Всем привет, это канал Амрион Абдулла. Привет. Привет. Сегодня ко мне пришел в гости Михаил Мангасаров. Я предоставил ему заточную систему фирмы Ганза. И Михаил будет точить ножи и что-то там рассказывать, как он это делает. Я прав? Да. Я выхожу из кадра, и Михаил начинает священное действие по заточке ножей. Да. Крупный план? Крупный план. Еще раз здрасте, я Мангасаров Михаил. И сегодня мы с Милен Абдуллой точим большой ножичек. Ночек, кстати, реально большой. Это вот, по-моему, пионер называется. Ну, не переворачиваю сейчас лишний раз. И мы тут с Милен Абдуллой собираемся чуть позже снимать сюжет по тестированию этой серии. Но так получилось, что ножички ко мне приехали с других тестов, и они оказались тупыми. И два ножичка я успел перед тестами заточить, а один вот специально будем затачивать у вас на глазах. И заодно разговаривать о заточке ножей. Потому что, ну, я уже начну, буду параллельно рассказывать, почему, собственно, захотелось сделать этот сюжет. Во-первых, я никогда не пользовался вот этими руками. Камень-то не портит, надо же целиком вводить. Только в одном месте там же яма вводит. Целиком. Смотри, ну как же ты точишь-то, подожди, ской. Да ясно. Отсюда вот так вот взял, вот так вот и сюда повел. Нет, столько не надо. Столько не надо. Чтобы камень-то ровно стачивался. Будет ровно стачиваться, все хорошо. Дело в том, что у тебя еще вот на этой системе, вот немножечко гуляет вот здесь. Это гуляние, оно образовывает, ну, такое, знаешь, изменение угла, что при широкой амплитуде получается еще хуже. Поэтому я вот совсем хорошо лазову только ради тебя, широкой амплитуды, и то, видишь, он зараза гуляет. И вот, собственно, почему захотелось сделать еще дополнительно вот этот вот сюжет, да, про заточку. Очень часто спрашивают, а как вы точите ножи? И здесь я всегда искренне сочувствую людям, которые, задавая этот вопрос, попадают на профессиональных заточников. Потому что у профессиональной заточники, вот у них искусство затачивания ножа, оно доведено вот прямо до искусства. То есть они очень хорошие профессионалы, очень много об этом действительно знают. Но они знают так много, что они не могут на этот вопрос ответить простым ответом. У них это превращается в настолько сложные конструкции, обязательно надо точить на водниках, обязательно надо рукой выдерживать угол и все такое. Обычно человек, когда наслушается этих советов, он просто потом убегает в сторону. Нет, это не отклеилось, а то вот здесь вот не выдержалось. Сейчас мы ее покрепче зажмем. Так, вот поставлю. Давление большое, оказываешь, амплитуду маленького, ты сделаешь все наоборот, ел и пал. Ты хочешь сказать, что с большой амплитудой, он бы так не сорвался? С большой амплитудой, с малым давлением, вот, взял, не дави туда сильно, а просто вот. Вот, ой. Ты мне резущую кромку зажел. Да ничего, с твоим ножом не будет, это пластмасса. Вот, вот так вот, вот и пошел. Ты не правильно все делаешь. Ты неправильно все делаешь. Как это я не правильно? Слушай, ладно, давай поменяем камешек. Я профессионал заточки. Давай поменяем камешек. У колец все время точу. Давай камешек поменяем. А на какой тебе надо? Еще меньше, на 320, то есть крупнее. А, крупнее тебе надо, сейчас поменяем. Блин, я просто не уверен, что ты умеешь точить это. Я умею, но моя система просто лучше. Я тебя потом с ней познакомлю. Уже вот мы, у меня будем продолжение снимать в моей студии. Моя система лучше заточки? Да. Да. Представь себе, что... Ты не путаешь ничего? Ничего не путаю. Все в порядке. Так. И вот теперь я так понимаю, что еще нужно вот здесь, да, подвинтить его. Не, не надо, там уже подвинтить, все в порядке. То есть он вот будет держаться? Куда он? Ты правильно все сделал-то? Ну, в пазы вставил. Точно, все перепутал. Нет, в это раз... Слышь, как обычно. Повяжу его. Что значит, как обычно? Да, держи, все хорошо. Что вы таки на меня наезжаете? Так немножко пошутить же ж надо. Так. Ладно. И вот, собственно, именно вот эти вот страдания этих молодых верторов, они сподвигли меня на то, что надо бы людям, наверное, попытаться объяснить в какой-нибудь более простой форме, как вообще выглядит заточка собственного ножа. Да, потому что если начинать человеку, который купил свой первый нож, первый более-менее, как ему кажется, нормальный нож, да, и начать ему объяснять, что «деточка, заточка ножей – это прямо вот целое искусство, что это ему всему прям надо учиться, выдерживать угол и все такое». Но, скорее всего, это он просто убежит от тебя в другую сторону. Это в худшем случае. Ты камень-то вози по-полности, ну что ж ты портишь-то? Да не порчу, я у тебя ничего, все хорошо. Хороший камень не сотрется, плохой может и сотрется. Хороший тоже сотрется. Слушай, не знаю, я вот своими пользуюсь годами и они, как видишь… Я тебе говорю, как… Смотри, 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 берешь вот так вот… Ставишь – проводишь, ставишь – проводишь, ставишь – проводишь. Вот. А как ты хотел? И все аккуратно. Я понимаю, что… Сильно не дави, аккуратно, камень дорогой. Я понимаю, что система твоя, но точить-то я умею. Точить-то ты умеешь, только камень-то… Да. Ты ведь расскажи, для чего ты это делаешь? Я это делаю, потому что ножи приехали после тестов. Нет, нет, вот именно почему ты сейчас снимаешь эту кромку и какой цели ты хочешь этим нести? Заусенец или еще что? Нет, не заусенец. Я, во-первых, довожу подводы до абсолютного смыкания, потому что нож приехал с предыдущих тестов немножечко затупленным. Был он, кстати, у Архадыра на тестах. Я пока еще не видел, что он там с ними делал, да, но юзал, видимо, очень дотошно. Слушай, ну, я понимаю, за что любят эту систему, но я понимаю, из-за что ее не любят. Она, все-таки, к ней надо привыкать. Если не привык, то жизнь твоя будет тяжела, как она тяжела сейчас у меня. Заусенцы ты все-таки хочешь добиться? Ну, заусенцы, конечно, нужно добиться. Как же без этого-то? Ну, камни, мы взял его покрупнее, быстрее бы добиться. А у тебя есть крупнее? Конечно. Какой? Так вот же. Какой там, это? Тут 320-й. 120-й есть? Нет, 120-й это грубовато уже. На самом деле, главное ноу-хау, которое я буду показывать потом, оно вот не в этой заточке. Здесь мы просто сведем подводы, да, и на этом наша работа закончится. Основное, что я буду показывать, это будет потом. Собственно, это разговор о том, как сделать себе более-менее бюджетную точилку. Вот когда я Милен Абдулу уже приглашу себе в гости, я вам покажу прям по-настоящему бюджетную точилку. Прямо вот зашел в строительный магазин, выбрал элементы, пришел домой, собрал. Так, сейчас проверим. Ну, вроде бы все есть. Немножечко переставим. А-а-а-а! Осторожно, там может упасть. Я тебя предупреждал. Ты меня предупреждал, не упадет. Так я нужно не снимаю. Вот вы торопитесь ботинка все время. Меня ругает. Я сейчас переживаю. Представляешь, он мне тяжелый. Пойдет на стол. Пробьет стол. Пойдет на головы нижним соседям. Соседей нижних нет. Вот только крыса. Я за камень переживаю. Не переживай, не переживай, все в порядке. Все с камнем будет хорошо. Так, вот здесь мы тоже все что нужно добились. Туда осторожно, все-таки лезвие закреплено. У тебя есть мультитул. Может попробовать подтянуть винтик, чтобы не болталось-то. Какой винтик? Ну вот где болтается-то. Вот тут болтается. Вот это вот. Так у него в пазу болтается. Паз широкий, поэтому и болтается. Что там подтянешь-то? А тут если подтянуть? Он не изменится ничего. Можем открутить, но ничего другого не изменим. Понял. Ну ладно, хорошо. Теперь попытаемся все-таки сделать так, чтобы риски у нас были правильные. А ну как выяснили, что за правильная поперечность? Ну смотри, когда ты показывал, как ты точишь нож, ты прям показывал, как вот отсюда, да, вот движениями. У тебя, вот если мы берем вот режущую кромку, заводские риски, они же всегда вот перпендикулярны, да, оси клинка. Я, например, делаю диагональные вот такие вот елочкой. Почему? Потому что эти риски, они тоже участвуют в разрезе. И когда ты режешь ножом на себя, этот микросеррейтор, он работает лучше, чем перпендикулярный. Ну, пока еще не такое уж острое. Острое оно будет потом. Ну, я должен сказать, что вот эта вот система, она у себя, кстати говоря, оправдывает. То есть широкий камень, работает широкими мазками, да. У меня там есть моя самоделочка, которой я пользуюсь и там камешки атлантские. Там, кстати, один из них самодельный камень. Я себе сделал самодельную алмазку и она прямо вот работает уже веками и смысла не знаю. Так. Сейчас посмотрим. Ну, вроде бы у нас все везде сошлось как надо. Теперь мы откладываем это в сторону. Так. Собственно, делаем все так, чтобы у нас ничего нигде не ухнулось. Вторую сторону я уже подтачивал, поэтому нам вторую сторону делать не придется. Убираем сторону вот этого вот красавца, который поработал на славу. И теперь обращаемся к моему ноу-хау. Собственно, что это мое ноу-хау из себя представляет? Это специальный правильный брусочек. Это деревянное основание. Вот деревяшка. Я, как эстет очень высокой категории, купил себе идеально ровно отпиленную, распиленную и шлифованную деревяшку в магазине Леонардо. И сверху у нас двухтысячная шкурка, купленная, ее можно купить в любом магазине автозапчастей за 50 рублей. Собственно, что мы делаем? Вот мы заточили нож, свели подводы. И это уже рабочая острота. Рабочая, но не эстетская. Потому что у нас все еще есть рабочий заусинец, который все равно будет неустойчивый. Рано или поздно он сойдет и мы получим, что у нас непонятно. Острота осталась, не осталась. Что мы делаем? Мы затачиваем здесь, точнее не затачиваем, а правим вот на этом вот нашем правильном устройстве. И получаем вот ту самую бритву, которой, собственно, и всегда славится моя заточка. Как видите, нет ничего сложного. Чем хороша именно двухтысячная? У нас вот полоса, которую мы только что заточили, там есть свои микро царапины, за которые эта двухтысячная шкурка хорошо цепляется. И она их как раз таки чуть-чуть заполировывает. При всем при этом двухтысячная шкурка это полировочная шкурка. И все автомобилисты это знают. Если она пройдется, не дай бог вы там гульнете рукой и что-то произойдет, и она пройдется у вас по вашему клинку, ничего страшного от этого в принципе не произойдет. Ухаживаем за этой шкуркой точно так же, как за мелким правильным камнем. То есть желательно, конечно, маслом. Почему маслом? Потому что она у меня приклеена обычным канцелярским клеем к этой деревяшке. Будете пользоваться водой. Соответственно, у вас все может отклеиться. Все. Теперь этот нож заточен. Теперь мы попросим у Апулы бумажечку. И на этой бумажечке мы покажем, чего мы, собственно, достигли. А вот и бумажечка. А вот и бумажечка. И вот теперь посмотрим. Обычно это не бывает так быстро, потому что поправил, попробовал. И вот когда вот такой вот большой здоровый нож начинает вот так вот аккуратненько все резать, понимаешь, что ты недаром старался. Естественно, у нас здесь еще есть какие-то неровности. И вот после первых каких-то движений мы продолжаем эти неровности убирать. Потому что, как это ни странно, именно вот такая с микроисками, заполированными не в ноль и не в зеркало, но почти в ноль и почти в зеркало, такая вот режущая подвода, она оказывается наиболее устойчивой. Есть эстеты, которые мою заточку такую ругают. Они говорят, эээ, она у тебя грубая, она у тебя вот такая, вот такая. Но это я однажды просто для себя очень хорошо выяснил на одних тестах. Когда человек взял в руки мой нож, очень долго резал им канаты. Нож все никак не хотел тупиться. Потом он посмотрел, что это он у тебя так долго не тупится. Посмотрел так на режущую кромку. Говорит, ааа, так у тебя режущая кромка грубая, поэтому у тебя не тупится. Ну думаю, ладно, главное же, что не тупится, а не то, что она грубая. Так-то, господи, называй ее как угодно, хоть мужланское не называй. Ну и вот все. Собственно, можно сказать, что этот нож уже достиг своей нужной остроты. Такому огромному тесаку быть более острым, в принципе, наверное, даже не надо. Все. Вот, собственно, небольшой такой экскурс в мир самостоятельной заточки. Это обязательно установка, которая помогает вам делать черновую работу и не накосячить с углом подвод. И вот такое вот мое собственное ноу-хау. Дай-ка я попробую. Ну-ка. Держи. Дай-ка я присяду, сейчас попробую, как он тебе бумагу строгает. Ну-ка. Сейчас посмотрим. А ты умеешь бумагу строгать? Сейчас увидишь. Ты вообще не режет. Тукой-то стороной. Ты думал, что на ноже должна быть только одна острота? Вот, тупой-то стороной не режет вообще. Ха-ха-ха. Ну-ка этой. О-о-о. Красота. Не, ну хорошо, конечно, точил. Чего не скажешь. Вон, даже фигурные резы делает. Он тоже. Да. Вообще шикарно. Вот они, руки-то золотые. Чуть мою точилку не угробил, но все-таки удалось тебе кое-что. Подожди, я еще сейчас второй нож буду точить. Какой второй? Хватит. Хватит. Точилку будем беречь. С вами был Михаил Мангасаров. Канал Миллион Абдула. До свидания. Увидимся еще. Всем пока-пока. А, да. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, комментарии пишите тоже. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.